Истерика, которую устроили российские политики и журналисты после просмотра частного видео хорватских футболистов, еще раз продемонстрировала, что на самом деле россиян интересует не спорт, а война. Для большинства россиян футбол – это лишь продолжение войны другими средствами. Они считают, что Россию все равно будут уважать, даже если ее власть и ее граждане будут совершать отвратительные преступления. Казалось бы, что должно интересовать людей после поражения собственной сборной в чемпионате мира? Разбор игры сборной? Обсуждение дальнейших перспектив? Нет, их интересует то, что хорватский футболист, домогой вида, сказал «Слава Украине» на записи, которая появилась в социальных сетях. В этих словах нет никакой очевидной политики. Так можно сказать про любую другую войну, и в ней уж точно нет ничего антироссийского, если только не знать, что твоя страна напала на Украину, что она с ней воюет, что она убивает ее граждан и оккупирует ее территорию. Тогда, конечно, слова «Слава Украине» звучат как боевой клич. Но ведь, кажется, в России не признают, что там воюют, что их там нет. Мы ведь знаем. Тем не менее, слова футболиста Вида становятся главной темой российских дискуссий, поводом для доноса ФИФА. И ФИФА, представьте себе, объявляет предупреждение футболисту. Это еще один позор этой организации, деятельность которой стала синонимом коррупции и двойных стандартов. Всех этих футбольных коррупционеров и мафиози не беспокоят, что они проводят свой чемпионат в стране, которая развязала войну против соседнего государства. Окупирует территорию, пытает, убивает политзаключенных, незаконно содержится в тюрьмах люди и граждане других государств, Бомбит мирных жителей в Сирии – классическая страна-убийца. Но это ерунда для них. Потому что спорт, он ведь вне политики, мы ведь знаем. А вот слова-виды – это политика. И эти мерзавцы хотят, чтобы мы поверили в эту ерунду. Это не первый такой чемпионат позора. Предыдущие два состоялись в фашистской Италии в 34-м и авторитарной Аргентине в 78-м. В обеих странах была жестокая, тупая диктатура. Узурпировалась власть, преследовали политических противников. Пытали, убивали, но футбольная мафия на все закрыла глаза. Сразу же после чемпионата мира Муссолини напал на Эфиопию. Это была прелюдия ко Второй мировой войне. После чемпионата мира в Аргентине военная диктатура стала готовиться к нападению на британца на Фольклингских островах. А по-другому и не бывает. Диктатор, которому дарят чемпионат, верит, что он останется безнаказанным. Он верит, что все закрыли глаза на его злодеяния. От позора 34-го и 78-х годов позор 2018-го отличается только одним. Путин уже ведет войну. Он получил индульгенцию на продолжение и расширение военных действий. И снова пытки и убийства и смерть и бомбежки. Как мы видим из последних сообщений, в Сирии снова применяли химическое оружие. Многие из молодых россиян, которые сейчас радуются победам собственной сборной или переживают из-за незабитых пенайтия, вскоре могут возвратиться домой в цинковых гробах. Но это их собственный выбор. Нация, которая предпочитает единение вокруг футбола, единению борьбы против отвратительной диктатуры, не заслуживает исторического снисхождения. Просто потому, что она демонстрирует, что может быть единой, только вот преступления власти ее не интересуют. Более того, она их часто поддерживает. Ведь мы помним, Крым же наш. К сожалению, вызывают граждане других стран, которые могут стать жертвами российской агрессии. Украинские военные гибнут просто в дни чемпионата. Британка погибла от действия новичка в дни чемпионата. Не хочется даже предсказывать, что будет потом. Виталий Портников Редактор субтитров А.Семкин